В воскресенье вечером у здания грузинского парламента в центре Тбилиси начали собираться противники скандального законопроекта об иноагентах. Люди не расходились всю ночь. Этот документ фактически калькас российского. СМИ и общественные организации, получающие финансирование из-за рубежа, будут иметь статус агентов иностранного влияния. Им нужно пройти регистрацию в органах прокуратуры. За нарушение закона наказание для физических лиц до пяти лет тюрьмы, а для юридических штраф. Критики закона утверждают, что это атака на свободу слова. Но премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе уверен, закон необходим для финансовой прозрачности тех, кто получает гранты. Однако митингующие так не считают. Я почти уверен, что они примут этот закон. Они сделают то, что им хочется. Но мы будем продолжать выходить на протесты так долго, пока сможем. Мы будем делать это до выборов. Подобная акция протеста состоялась и в субботу, и по данным аналитиков, стала самой массовой в истории современной Грузии. В Тбилиси на улице вышли 200 тысяч человек. Кроме грузинских флагов, люди несли знамена Евросоюза, США и Украины. Я чувствую ответственность нашего поколения. Мы должны быть уверены, что наше будущее и будущее наших детей будет безопасным. У них будет свобода слова и другие основные свободы. Мы не хотим быть частью России. Мы никогда этого не хотели. Наше будущее – это Европа, европейские ценности и свобода. А уже сегодня учащиеся крупнейших вузов Грузии заявили, что собираются выйти на масштабную студенческую забастовку. К ним планируют присоединиться преподаватели. Я хочу видеть Грузию в Европе. Я не хочу проснуться в России. И я надеюсь, что наше поколение заслуживает на светлое будущее. Я хочу получить образование в Европе, не в России. На прошлой неделе участникам протестов начали звонить с угрозами. Были зафиксированы и несколько серьезных нападений на активистов и оппозиционных политиков. Обсуждение законопроекта об инагентах беспокоит Запад. СМИ пишут, что в ЕС могут пересмотреть безвизовый режим для Грузии. Крайне важно видеть некоторые решительные действия со стороны Запада, Европы, Соединенных Штатов Америки, от наших партнеров и друзей за границей. Потому что очевиден протест в обществе. Потому что в полудемократическом, полуавторитарном государстве возможности, которым обладает это общество, ограничены. Несмотря на протесты на улицах, юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал необходимые оправки в законопроект, чтобы вынести его на финальное третье чтение. Для этого ей понадобилось всего 67 секунд. Оппозиция зайти на заседание комитета не успела и называет решение нелегитимным. В это время под парламентом продолжались протесты. Чтобы в здание могли попасть депутаты грузинской мечты, полиция оттеснила демонстрантов. Два десятка человек задержаны. В сеть попали кадры избиения людей. Уже завтра руководящая партия «Грузинская мечта» планирует в окончательном чтении рассмотреть и утвердить скандальный законопроект.